Германия Германия еще с 19-го столетия стала одной из ведущих промышленных стран Европы. Если так сравнивать, то можно сказать, что в конце 19-го века Германия это был такой современный Китай. Качество продукции, может быть, страдало, но объемы промышленной продукции, сделанной с помощью металлореживающих станков, были большими. К началу 20-го века еще и качество подтянулось. И Германия изначально, еще по состоянию на период Второго рейха, была высокоразвитой промышленной державой, которая была способна производить очень сложную технику в больших количествах. Дальше был межвоенный период, который, во-первых, в Первую мировую войну германская промышленность никто и не бомбил. И она, можно сказать, пострадала минимальной степени. Были, конечно, какие-то потери, связанные с какими-то революционными событиями в том числе. Но, тем не менее, Германия не лежала в руинах, в отличие, кстати, от Франции, которые частично оккупированные районы лежали в руинах. И к этому добавились еще американские инвесторы. То есть, в 20-е годы, в период Веймарской республики, очень активные связи у Германии были с Соединенными Штатами. Причем это были связи, как раз-таки, экономические, связанные с вложением денег, кредитами в экономику Германии, которую делали из-за океана. И вот эти вложения, они, на самом деле, продолжались довольно долго. И определенный перебой наступил, на самом деле, даже не с приходом Гитлера к власти, а с всемирным экономическим кризисом Великой Депрессии. Но, тем не менее, за этот период межвоенный очень много Германия получила именно в формате вложений в свою экономику из США. Это позволило, во-первых, здорово поднять автомобильную промышленность, то есть новую отрасль, которая имела военное значение. А, можно сказать, жизненно важным для экономики Германии стали заводы синтетического горючего. Дело в том, что Третий Рейх большую часть своей потребности в жидком топливе обеспечивал путем производства горючего из каменного угля, которого было в Германии и позднее в оккупированных странах, что называется, очень много. И осуществлялась гидрогенизация этого угля, и получалось топливо, на котором в том числе летали самолеты, ездили танки. Единственной проблемой было, что синтетика плохо делает дизельное топливо. И как бы в отношении дизельного топлива и, скажем так, других продуктов, нефтепродуктов, используемых в технике, Германия зависела от той же румынской или венгерской нефти. Но колоссальное количество заводов синтетического горючего, построенных как раз в межвоенный период, они стали опорой Германии, когда она оказалась со всех сторон обложена блокадой, и поставки нефти были ограниченными. На одной Румынии и Венгрии, что называется, далеко не уедешь. Еще одним моментом для экономики Германии была особенность природных ресурсов. В Германии, например, имелось очень много алюминиевых руд. Но помимо кукля, которого, что называется, был тоже становым хребтом Третьего рейха, алюминий, который позволял немцам без проблем делать и алюминиевые самолеты, что еще, как говорится, очевидно, но менее очевидно, что делали даже пушки с алюминиевыми деталями, это тяжелое пехотное орудие, ЗИГ-33 так называемое, делали алюминиевые понтоны для форсирования рек. Вообще говоря, с алюминием в Третьем рейхе, можно сказать, проблем не было. В отличие от Советского Союза, кстати говоря, то наша ставка на дерево, она была обусловлена, что называется, бедностью природных богатств, ну и потерями 1941 года. И, соответственно, уравновешивалось вот это количество алюминия, которое мог производить Третий рейх, на самом деле, вплоть до самых последних дней, проблемами с лигирующими добавками. Причем немцы это осознавали еще до войны. Мало кто знает, что так называемый штурмгевер, то есть штурмовая винтовка, оружие нового поколения, была разработана в Германии, ее эквивалент появился еще до войны, в 1938 году. Но военные сказали, точнее не военные, даже, вот, кстати, управление вооружением, что в случае войны нам обрежут все поставки лигирующих добавок, и ваш прекрасный автомат с множеством фрезерованных деталей, он не из чего будет его делать. А вот придумайте что-то, что можно делать из штампованного железного листа, стали низкоуглеродистой. И немцы ориентировались именно на производство из низкоуглеродистых сталей стрелкового оружия. Вершиной этого стали пулеметы МГ-42, которые, в отличие от своих предшественников, МГ-34, изготовлялись штампосварная конструкция. Точно такая же штампосварная конструкция были. Штурмовые винтовки, частично пистолеты-пулеметы. Это все изначально закладывалось на то, что это будет делаться из низкоуглеродистой стали. А вот, скажем, ящики для пулеметных лент, они были алюминиуми. С алюминием проблем нет. И это, кстати говоря, здорово ударило по германской танковой промышленности. Потому что оружие-то можно было делать из низкоуглеродистой стали, штамповкой и сваркой. А вот когда Рейх стал клониться к закату и терять поставки легирующих материалов, то качество брони немецкое резко упало. И можно даже сказать, что вот, например, броня танков производства 30-х годов, там даже над которыми все смеются, панцер-1 и панцер-2, она была высочайшего качества. А броня королевских тигров была, наоборот, качеством Ньюис Блинтуса. С развитием военно-промышленного комплекса Германии в предвоенные годы есть такой парадокс. Как ни странно, Геринг, над которым все смеются за его комплекцию, тучную из-за наркомании, он очень много сделал. Но, скажем так, понятно, что это не только Геринг, но тем не менее люфтваффе, то есть военно-воздушные силы, причем про них говорили, что вот у меня там кайзеровский флот, республиканская армия и национал-социалистические люфтваффе. Такое известное высказывание о германских вооруженных силах, самих же высокопоставленных немцев. Так вот, национал-социалистические люфтваффе, они очень быстро росли. Практически скачкообразный рост в 30-е годы. Немецкие военно-воздушные силы наращивали количество рабочих рук, количество производимых самолетов просто взвораживающими темпами, при этом качество производимой продукции было на весьма высоком уровне. Понятно, что в войну начались всевозможные перебои, но тем не менее, если бы тем же темпом росло производство, например, бронетехники, то положение немцев было бы намного лучше. А так авиация развивалась очень бурно, взрывной рост, который опережал все остальные области. А так нужно еще сказать, что Германия обладала сильно химической промышленностью, что позволяло ей производить нужное в условиях изоляции. Пример. В СССР пытались производить синтетический глицерин, соответственно, из него делать нитроглицерин и нитропорох, а точнее, баллиститный порох, но не смогли. А немцы освоили у себя производство синтетического глицерина и синтетического этиленгликоля, из которого делались пороха, и основная масса порохов производилась именно таким способом. То есть сильная химическая промышленность позволяла немцам делать те вещи, которые другие получали из натурального сырья, например, в СССР глицерин, в частности, из продукции сельскохозяйственной получался. И немцы за счет вот этой вот сильной химической промышленности это производство порохов, взрывчатки, ну и вот из угля топлива. С использованием территорий, присоединенных к Рейху, ситуация тоже очень разная, если брать географию. Австрия была, можно сказать, любимой женой лично фюрера Адольфа Гитлера, и там под Веной отгрохали самый совершенный и лучше всего оснащенный танковый завод, так называемый Нибелунгенверке. Нибелунгенверке. Как раз вскоре после аншлюса его начали строить, и он был одним из ведущих производителей бронетехники в Германии. Готовые заводы достались Чехословакии, причем Чехословакия была, можно сказать, промышленным сердцем Австро-Венгрии, и Чехословакия, будучи оккупированной, влилась достаточно так органично в экономику Третьего Рейха, и до самого конца войны производила для немцев саму разную военную технику, начиная от стрелкового оружия, заканчивая танками, компонентами самолетов. Чехи, кстати, потом из-за дела себе собирали Мессершмитта, 262-е, и бронетранспортера, из-за дела детали, который остался от Рейха. А вот с другими странами получилось хуже. Самая, можно сказать, комичная даже ситуация была с Францией. Из Франции вывезли станки, то есть произошло ограбление французских заводов, но они стояли и ржавели под открытым небом, то есть их не смогли использовать. При этом французские фирмы сами были готовы брать заказы от немцев. То есть это было, так сказать, меры в немалой степени вынужденной, поскольку оккупированная Франция голодала, и были большие проблемы с продовольствием. Естественно, в поисках выхода из этой ситуации находились люди, которые говорили немцам, давайте мы будем что-нибудь производить. Но тем не менее это производство, оно имело весьма ограниченный характер. Что-то делала даже Польша, то есть, например, это касается стрелкового оружия. Стрелковое оружие производила Бельгия, причем до сих пор, что называется, в ходу у коллекционеров образцы стрелкового оружия, произведенные уже при Рейхе, с характерными штампами немецкой военной приемки. То есть очень легко отличить пистолеты, производившиеся до войны, на них это, как называют, элегантно, куриц. Куриц нет. То, что произведено во время войны, на нем все штамп немецкой военной приемки. Особое положение занимает Швеция. Швеция и Финляндия. Это страны независимые. Финляндия была вовлечена в орбиту нацистского блока, а Швеция даже не вовлечена, но ввиду того, что они фактически оказались как в скорлупе, со всех сторон окруженные немцами, и у них не было других торговых партнеров, шведы были, опять же, вынуждены, и, опять же, боясь постоянно, что их оккупируют, поставлять немцам железную руду, и поставляли они ее вплоть до осени 1944 года. А Финляндия, соответственно, опять же, в обмен на продовольствие, поставляла лесоматериалы. То есть Рейх, он так раскинул щупальцы по всей стране, по всей Европе, Рейх раскинул щупальцы по всей Европе, а, как говорится, вишенкой на торте всего этого были контрабандные поставки. То есть контрабандные поставки играли значительную роль и самыми важными контрабандными поставками были, во-первых, хром из Турции. То есть Турция, хотя Турции предложила Великобритания, давайте мы ваш весь хром будем покупать. Вы его просто сваливайте где-нибудь, но считайте, что мы его весь купили заранее. Но тем не менее, такие, я бы сказал, занявшие двоякую позицию турки, они и нашим, и вашим, они поставляли немцам вплоть до весны 44-го года хромовую руду и, так сказать, вместе с тем не говорили ни от англичан. Ожидаемо пронемецкую позицию заняли Испания и Португалия, и через Испанию и Португалию это были ворота поставки в Рейх такого стратегического материала, как вольфрам. Чем немцы справлялись с советскими тяжелыми танками в 1941 году десятками тысяч, я не преувеличиваю, именно десятки тысяч подкалиберных снарядов. То есть снарядов с твердым сердечником, пробивавшим даже броню КВ с 400 метров, который был сделан из карбидовольфрама. Для Германии, которая не располагала большими запасами вольфрама, это выглядит удивительно. Откуда он брался? Он брался из поставок контрабандных, и союзники с очень большим трудом и скрипом сумели перекрыть эти каналы по поставок. И, собственно, где-то в 43-м году, я бы даже сказал так, к концу 43-го года поставки были обрезаны. Швейцария, она была скорее страной, которая была готова, что на нее завтра напрыгнут, что будет вторжение. У немцев были планы вторжения, на них в итоге отложили. Но, тем менее, эти взаимоотношения финансовые, они присутствовали и какие-то, что называется, в том числе неблаговидные операции, они выполнялись. Все знают про Холокост, но мало кто знает про план голода. Дело в том, что Германия, которая хорошо помнила негативный опыт Первой мировой войны, когда, что называется, питались брюквой, предполагала использовать сельскохозяйственные территории захваченных государств. Это касалось, в первую очередь, Советского Союза для решения продовольственных проблем. При этом предполагалось заранее, что будет отбираться продовольствие у местного населения, и население будет обречено на голод. Это был именно план. То есть, даже достаточно четко обозначались предполагаемые потери, гибель гражданского населения, исчисляемого десятками миллионов человек. То есть, это был целенаправленный план, направленный на то, чтобы дать продовольствие себе, но лишить продовольствия страны Восточной Европы, в первую очередь, Советский Союз. План предполагал выход на линию Архангельск-Астрахань и достижение Урала бомбардировщиками. Это позволяло оккупировать сельскохозяйственные районы Украины и Юга России, которые должны были стать поставщиками продовольствия в Европу. И помимо продовольствия, еще частично это касалось например, марганцевых руд. Огромное значение имели для рейха марганцевые руды, причем они отошли от месторождения марганца на правобережном Украине. Когда Шпиер честно сказал фюреру, у нас запасов других материалов кроме марганца хватит ненадолго, поэтому даже если мы оставим эти месторождения, то мы или умрем или выиграем. А так, если брать дальнюю перспективу, то для немцев были жизненно важны поставки марганца как раз из района Кривого Рога, Запорожья. Там такой был обширный район добычи полезных ископаемых, который активно использовался немцами в период оккупации. Они пытались его взрывать, но я бы так сказал не сильно успешно. Безусловно, такие фигуры, как Хорти, Антонеску, Маннергейм, они находились очень четко в орбите нацистов. Причем, каждая из этих стран вынашивала планы по расширению своей территории. То есть, и Антонеску мечтал о территориях, которые ранее принадлежали Российской империи, Советскому Союзу, юг Украины и Молдавии, и Маннергейм, у них был такой лозунг, что территория с минимальной протяженностью границы. Как можно было обеспечить эту минимальную протяженность границы? Захватив Кольский полуостров, захватив огромные районы Карелии, и действительно, в этом случае можно было отгородиться от остальной части Советского Союза Белым морем получить короткую границу, одновременно получив огромные территории, в том числе с месторождением полезных ископаемых. Что касается Франка, то он занял очень такую осторожную позицию, то есть он изо всех сил отбивался от того, чтобы быть вовлеченным непосредственно в ту войну, которую ввел Гитлер, потому что он как раз был в ней не сильно заинтересован со всех точек зрения, начиная с как ни странно от Франка, он был человеком, который считал, что надо беречь свой народ, хотя он был безусловно тоталитарным деятелем, и к коммунистам относился безжалостно, но тем менее, вот эти идеи отправить куда-то 300 тысяч человек, чтобы они легли где-то в волжских степях, он без энтузиазма к этому относился, и вообще в целом понимал, что этот проект сомнительный, поэтому сотрудничество было, но что называется в благодарность за то, что фактически легион Кондор привел его к власти в ходе гражданской войны в Испании. Муссолини тоже был вовлечен в эти все проекты, и он был вовлечен с точки зрения завоевания новых территорий, то есть вообще говоря, вся эта политика, она лежит корнями Версали, то есть когда Венгрия понесла большие территориальные потери, Италию обидели, и фактически эти страны, оказавшись под властью таких агрессивных и авторитарных властителей, они что называется начали поход за территориями. для Италии эти территории лежали в Африке, там для Хорти это какое-то некое восстановление тех территорий, которые потеряла Венгрия по итогам Первой мировой войны, для Монаргейма Великой Финляндии, для Антонеско южные районы Украины, Молдавии, то есть все думали о территориальных приобретениях, то есть в этом отношении королевская семья Швеции, она сотрудничала вынужденно, то есть у них просто большому счету не было выбора и надо сказать, что немцы при малейшем сопротивлении скорее всего бы оккупировали Швецию. Были и бельгийцы, например, были и датчане, были и норвежцы, которые поступали добровольно в войска СС и, что называется, доходили в составе викинга до Кавказа. Говорится, что людям не сидело в своей Дании, что им надо было ходить на Кавказ. Это были добровольцы. Но, кроме того, существовало такое понятие, как фольсдойче, то есть люди этнические немцы или близкие к немцам, то есть понятно, что на территории других стран были смешанные браки. Тем не менее фольксдойче это в тельные периоды исторические осевшие на территории разных стран, включая, например, даже Румынию, этнические немцы. Эти этнические немцы призывались в подразделение СС и оказывались на фронте. Причем отношение со стороны немцев к ним было презрительно. Во-первых, уже существовали языковые барьеры, многие забыли немецкий язык. Вообще, что называется, представители более бедных стран у настоящих арийцев встречали презрение. Но тем менее, они составляли значительную долю формирований именно СС из фольксдойча. Помимо этого, в СС, что называется, под эгидой СС, были легионы из числа прибалтийских, жителей прибалтийских государств. Франции, на самом деле, если быть совсем точным, то французский легион воевал еще под Москвой. То есть, опять же, он входил именно в добровольческое, то есть, имелась добровольческая компонента, а потом и те люди, которые уже шли по ведомству Гиммлера. И это уже осуществлялось за счет призыва. То же самое касалось и, например, дивизии Гличина, хотя сейчас принято расшифровывать СС отсечевые стрельцы, но это бред сумасшедшего, потому что это был нормальный шут-штафель, то есть, это было именно формирование по линии ведомства Гиббельс, это было формирование по линии ведомства Гиммлера, и Гличина, это именно район, который не входил, на самом деле, в Российскую империю, и такой вот осколок Австро-Венгерской империи, оттуда набрали там, что называется, несколько десятков тысяч человек, которые использовались в том числе и для создания вот этой дивизии Гличина. Это была, что называется, деградация СС, как, изначально, вообще говоря, СС были такой параллельной армии, и в идеале, если говорить, что называется, об том, как, вот если бы война была отложена, например, на 10 лет, тогда бы вся германская армия, скорее всего, была, что называется, СС, один большой СС. То есть, это как бы было такое создание параллельной структуры, понятно, что параллельно первоначально людей отбирали, при этом следует понимать, что отбирали их, скорее, по расовому признаку. Если говорить об уровне военной подготовки, то как раз-таки ССовцы отличались в худшую сторону от армейских соединений, ССовцы с 40-го, 41-го года это хуже вооруженные и хуже обученные, но зато все идейные, все с татуировками, и всем обязательно могилку надо не крест, а, как говорится, руны ставить. Позднее был такой период, когда вот эти вот первые формирования, они стали элитой, помимо этого начали набирать, как говорится, сбросы со всех сторон Европы. То есть это пошло такое размывание, но это был вполне логичный процесс, и на самом деле он бы присутствовал в любом случае. Следует понимать, что прибалты, они даже до того, как их начали набирать в ССовской дивизии, существовали у них так называемые батальоны Шума, то есть это как бы охраны края, и они до того, как получили статус формирования СС, они разверствовали именно в статусе формирования полицейских, до того, как их объединили, как-то стали из них делать дивизии, поэтому это было, что называется, даже до прихода немцев, процесс, который объединяется, емким словом, Холокост, при Балтике он где-то начинался даже до прихода туда немцев. При Балтике, вот если говорить о том, чем они отличились, то тем, что, как ни странно, именно французы при Балтике остались последними защитниками рейхсканцелярии Гитлера, то есть они стояли на подступах к рейхсканцелярии и пытались остановить советские войска, это были вот именно Прибалты и французы. Причем был даже такой полукомичный случай, когда взяли в плен и они стали говорить, что мы испанцы. Советский, ну, в масштабах Первого Белорусского фронта нашли испанцев, которые подошли к ним и обратились по-испански, и те вынуждены были признать, что они на самом деле Прибалты.